Илья – молодой папа. В июне супруга подарила ему прекрасную дочку Машу. Семья православная, потому было принято решение в сентябре Машу покрестить. Занявшись этим вопросом вплотную, молодая семья выяснила, что для этого будущим крестным просто прийти в церковь недостаточно. Помимо прочих забот, им придется пройти собеседование со священником и получить на руки своего рода сертификат на право стать крестными родителями. Мы решили покрестить дочь и столкнулись с тем, что нужно получать какой-то сейчас сертификат, как говорят, на крестного и крестную. То есть, это нужно пройти какое-то в церкви, какое-то собеседование. То есть, для меня это было абсолютным открытием, то, что нужно проходить какое-то собеседование, чтобы допустили до крести. Все это растягивается во времени. Нужно же подгадать и крестное, и крестное, и собеседование там не получается и так далее. Именно в данном случае существует еще одна загвоздка. Будущие крестные проживают в других городах. И в тех храмах, куда они обращались, чтобы побеседовать с батюшкой, им отказали. Мол, где крестить будете, там и собеседование проходите. Это я, если честно, не понял. У нас вроде вся церковь православная, а чем православие одной церкви отличается от православия от другой, непонятные. Поэтому это еще больше неудобства, и я не понимаю. За уточнением церковно-бюрократических вопросов мы отправились в Вознесенский храм. Что же это за процедура такая? Именно в это время там проходила беседа с родителями и будущими крестными. Раз в неделю у нас проходят эти беседы. Они являются подготовителями к крещению. И на них мы определяем, так чтобы это было понятно слушателям, в чем заключается смысл и значение таинства крещения. Потому что сегодня многие приходят крестить по инерции, потому что все крестят, потому что так надо, потому что мы живем в России. И это совершенно пустые причины для того, чтобы совершать крещение. Потому что крещение – это очень важное таинство, позволяющее ввести человека в церковную жизнь, для того, чтобы формировать душу для Царства Небесного, сделать человека наследником Царства Небесного. Конечно, это не требует никаких материальных вложений, поскольку наша задача поделиться с человеком, чтобы он осознанно подходил к таинству крещения. Крестный должен ребенка в храм водить, следить, чтобы родители водили, рассказывать ему все, чтобы тоже ребенок спасся. Огласительные беседы трудно назвать нововведением. Так было заведено еще давно, но с течением истории традиция ушла в тень. Нынешнее поколение привыкло, что крестным может стать любой быстро найденный перед совершением таинства человек. Теперь же искать наставников придется, что называется, днем с огнем. И хотя подготовка к крестинам ограничится лишь беседами, но даже и это, по мнению церкви, должно помочь вторым мамам и папам сполна прочувствовать свою ответственность перед будущим крестником.